Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенджева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии в горах местами кратковременный дождь-гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 13-18, в горах местами до плюс 12. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 15-17, в днём плюс 29-31. 23 года в эфире. 1 августа 2000 года телезрители увидели информационную программу с новым названием «Вести» Карачаева, Черкесия. Два десятка лет мы освещаем политические, социально-экономические, культурные и спортивные события. «Вести» стали визитной карточкой нашего телеканала. Над каждым выпуском «Вестей» работает целая команда – операторы, корреспонденты, редакторы, режиссёры, монтажёры, инженеры, водители и многие другие специалисты. Программа «Вести» Карачаева, Черкесия выходит в эфир несколько раз в день и в разное время, а также с учётом специфики регионального телевещания. Ведь только на нашем канале 5 национальных редакций и «Вести» говорят на разных языках республики. А начиная с этого года, один раз в день в эфире канала «Россия-24» выходит и выпуск «Россия-24» Карачаева, Черкесия. Сегодня день рождения отмечают сотрудники службы специальной связи России. Как осуществлять свою деятельность одна из системообразующих организаций российской экономики на территории Карачаева, Черкесии, выяснял Али Баташев. Каждое утро рабочей недели Андрей Сорокин приезжает в здание, расположенное в Черкесске по адресу Пятигорское шоссе 22. Общий стаж его работы в спецсвязи 5 лет. Служебный транспорт во дворе предназначен для решения главных задач ведомства. Перевозка секретной корреспонденции, драгоценных металлов и денежной наличности, наркотических и психотропных веществ. Для доставки корреспонденции груза в спецсвязь используют собственный автотранспорт, в том числе и бронированные автомобили, а также транспортные средства, в которых поддерживается определенный температурный режим на протяжении всего маршрута. Перевозка осуществляется как по региону, так и по всей стране. А услуги оказываются государственным структурам, бюджетным и коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям и другим физическим лицам. Спецсвязь имеет широкую филиальную сеть по всей стране. Это 77 управлений, 138 отделений и пунктов. Перевозимый груз может быть живым. В частности, если вам необходимо перевезти лошадь, не опасаясь за ее сохранность, то в спецсвязи есть для этого все условия – вооруженная охрана и специальный транспорт. Грузы на всем пути следования сопровождаются сотрудниками, фельдигирями, вооруженными служебными оружиями. Государственный статус компании – это высококвалифицированный персонал, современная материально-техническая база, инновационные цифровые решения и высокие стандарты безопасности. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить сотрудников, всех работающих, пожелать им здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе. Главный принцип работы предприятия – полная сохранность перевозимых отправлений и их своевременная доставка. За все время работы филиал управления спецсвязи в Карачаево-Черкесии показал хорошие результаты и является надежным поставщиком транспортно-логистических услуг, гарантирующих сохранность веренного груза. Али Баташев, Анастасия Лой, Вести Карачаево-Черкесия. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...